Господин председатель, ответственность по защите – это концепция, разработанная западными аналитическими центрами для перелицевания хорошо известной гуманитарной интервенции и легитимизации вмешательства во внутренние дела государства под новой вывеской. В результате, когда эта концепция настойчиво продвигалась группой стран, международное сообщество внесло существенные коррективы в ее понимание, включив критерии, когда она могла бы быть действована, отсылки к роли Совета безопасности ООН, необходимости оказания государством помощи и поддержки. Более того, была закреплена необходимость дальнейшего обсуждения ее конкретного содержания. Однако, заинтересованные государства не стали ожидать этого обсуждения или принимать во внимание согласованные критерии. Они принялись применять ее на практике именно так, как задумали, для целей разрушения государственности неугодной им страны – Ливии. Примечательно, что в фокусе последнего доклада генерального секретаря по тематике ответственности по защите оказалось устойчивое развитие. В прошлом году были дети и молодежь. Мы наблюдаем попытки отмыть репутацию ОПЗ за счет ее искусственной привязки к популярным ООН-темам. Применительно к вопросам устойчивого развития такая увязка выглядит особенно абсурдно. События 2011 года в Ливии наглядно продемонстрировали, что ОПЗ не благотворительная работа, а применяющая государство не мать Терезы. Нельзя не вспомнить и роль некоторых международных институтов в ливийской трагедии. Мы помним, как Международный уголовный суд, выполняя политический заказ своих западных хозяев, буквально за три дня сфабриковал обвинение и выдал ордер на арест Муаммара Каддафи. Тезис о якобы готовящихся заверствах ливийского лидера стал повсеместно насаждаться пропагандистскими западными СМИ и платформами социальных сетей. Накопленная таким образом критическая масса лжи была использована для того, чтобы охарактеризовать как ОПЗ действия НАТО, являвшиеся военной агрессией против суверенной страны. Даже если бы топорные фейки за авторство МУС, вменяемые тогда Каддафи, оказались правдой, они померкли бы на фоне настоящих зверств, того, что с Ливией сделала НАТОвская коалиция во главе с США. Некогда процветающую страну коллективный Запад буквально вбомбил в каменный век вместе с мирными жителями, следствием чего стала затяжная и жестокая гражданская война, длящаяся по сей день. Сколько мирных ливийцев погибло в ходе нее? А сколько умерло в море, пытаясь выбраться из разрушенной НАТО страны? Скольким из них страны Евросоюза, принявшие самое непосредственное участие в событиях 2011 года, отказали в приеме и просто человеческом обращении, навесив язык, ярлык нелегальных мигрантов? Счет давно идет на сотни тысяч погубленных, сломанных и исковерканных жизней. Мы хорошо помним, как в 2011 году вся западная юридическая доктрина писала о триумфальном первом применении ОПЗ. Время, однако, все расставило по местам. Стало понятно, что событие в Ливии – это никакая не ответственность по защите, а очередной пример безответственной защиты западом собственных геополитических амбиций. Вопрос ответственности, к слову, сразу после НАТОвской интервенции ушел с повестки дня МУС. МУС и прокурору оказались совершенно неинтересны военные преступления западных военных в Ливии, как и в Ираке, как и в Афганистане. Да и в самом МУС, выступившем прямым его соучастником преступлений против Ливии и ее народу, никто не понес ответственности за фабрикацию фейков по делу Каддафи. Сейчас события тех лет стыдливо пытаются замести под ковер, а в отношении ОПЗ перевернуть страницу и начать все с чистого листа. Так не выйдет. Возвращаясь к теме доклада, хотели бы подчеркнуть, что концепция ОПЗ – пожалуй, последний кандидат на роль механизма оказания содействия в развитии. Помощь развивающимся странам эффективна только тогда, когда оказывается по их запросу, учитывает приоритеты, а также исторические, культурные, правовые и прочие особенности. ОПЗ по определению не подходит для этого. Данная концепция является инструментом навязывания чужой воли. Под предлогом следования ОПЗ государствам будут диктоваться созданные на Западе подходы и решения, которые не только не учитывают их пожелания и приоритетов, но и напрямую противоречат местным культурным, религиозным и социальным нормам. Хорошая иллюстрация – агрессивное насаждение Западом неолиберальных ценностей. Сегодня не стесняются прямым текстом выдвигать их принятие в качестве условия для предоставления помощи. Речь идет о самых настоящих неоколониальных практиках. В этой связи вызывает озабоченность рвения, с которым профильные подразделения секретариата ООН вписываются в данный процесс. Отдельно хотели бы остановиться на рекомендации в докладе всем Международным институтам развития следовать принципу «не навреди». Он предполагает отказ от выделения средств в случае, если это может повысить вероятность совершения наиболее опасных преступлений, охватываемых ОПЗ. То есть речь не о преступлениях как таковых, а о некой вероятности. Возникает резонный вопрос, кто, на каком основании и по каким критериям будет такую вероятность оценивать. На практике это означает, как минимум, неприкрытое вмешательство во внутренние дела развивающихся государств, получение без их согласия информации о положении дел в стране органами и организациями, не имеющими соответствующего мандата. Эта информация будет анализироваться на основе шаблонных западных критериев, не учитывающих местную специфику. По результатам этого процесса будут навязываться якобы спасительные решения и реформы, созданные поизвестным либеральным лекалам. В целом, под предлогом принципа «не навреди» будут, вполне очевидно, выдвигаться дополнительные условия предоставления помощи в развитии. Пострадают прежде всего страны, уже и так находящиеся в наиболее уязвимом положении. В этой связи призываем развивающиеся государства не соглашаться с попытками искусственно увязать ОПЗ и помощь развития и дать этому объективную оценку. Благодарю вас.